Несмотря на переход с аналогового на цифровое вещание, граждане республики продолжают получать некачественный телевизионный сигнал, особенно в районах республики, откуда нередко поступают обращения в государственную телекомпанию. Однако, как утверждают специалисты, проблемы с сигналом зачастую возникают из-за того, что у 80% населения нет приёмных антенн. Ещё могу отметить, что у большинства населения, даже комнатных, мы это неоднократно фиксировали, когда мы выезжали на жалобы жителей наших. Мы всегда предоставляли свой телевизор переносной, который мы демонстрировали, что наша передача идёт. Ну, в связи с тем, что мы сейчас переходим постепенно на цифровое вещание, которое мы ещё не приняли на баланс, он работает в тестовом режиме. Поэтому происходит постоянно отключение и подключение. Нередко из-за проблем со связью прямые включения на нашем телеканале проходят с перебоями. Так было и во время послания президента Анатолия Бибилова к народу и парламенту. Выступление проходило в прямом эфире. В таком же режиме работали и корреспонденты ГТРК ИР. Как объяснил главный инженер ГОПТИЛи радиосети, Владимир Лохов вышла из строя трансформаторная подстанция, которая периодически включалась самопроизвольно и выключалась на объекте «Паук». Как выяснилось, данная подстанция не находится на балансе ГОПТИЛи радиосети и энергоресурса. Кому она принадлежит, неизвестно. У нас нет допуска высоковольтным, свыше тысячи вольт объекта, такие как вот эта трансформаторная подстанция. Поэтому мы не могли его определить, в чем причина и почему отключается электроэнергия. Поэтому были сбои. Как это всегда бывает, аварии и несчастные случаи всегда случаются в самый неподходящий момент. Так и случилось на сей раз. Именно во время выступления, обращения президента к народу и парламенту. На объекте «Паук» ведутся ремонтные работы по устранению неполадок. В ГОПТИЛи радиосети нас заверили, что неисправности будут ликвидированы в кратчайшие сроки.